приветствую на канале ульяна шьет в этом видео хочу показать какие нюансы нужно учесть при раскрою и пошиве подкладки к жакету к середине спинки закладывается припуск на свободу облегания 3 до 6 сантиметров я ткань сложила в два слоя и от сгиба отступила полтора сантиметра то есть припуск у меня будет три сантиметра потом верху складочка застрачивается или просто закладывается припуск к нижнему срезу на 2 сантиметра короче припуска жакета то есть если он у меня был 5 сантиметров то здесь будет 3 сантиметра если после примерки жакета вносились какие-то коррективы их нужно учесть при раскрою подкладки вот моя подкладка без рукавка уже готова сверху складочку я застрочила посередине спинки остальное будет в свободном полете и но я заутюжила ее какие-то незначительные корректировки можно сделать и после сшивания деталей например у меня это уменьшить пройму на один сантиметр при втачивании рукава в пройму головку по окату рукава можно не припасаживать а заложить складочку я вот люблю закладывать такую бантовую складку и еще такой маленький нюанс при пуске на тушке с жакета и рукаве лучше заутюжить в разные стороны и по воротнику после втачивания воротника я припуски разутюжила сделала насечки чтобы все легло ровно без заломов и много внимания нужно уделить при раскрое детали из клетки потому что клетки должны совпасть не обязательно чтобы совпал верхний воротник и лацкан но чтобы у воротника были симметричные полоски это обязательно у меня специально задумки не было чтобы совпали клетки и на воротнике и на лацканах но вот так получилось и это здорово вот такие нюансы мне хотелось осветить следующий этап это пришивание подкладки к жакету подписывайтесь на канал ульяна шьет спасибо вам большое за лайк пишите комментарии увидимся в следующих видео пока пока